Ну, у нас сразу же по городу ударили по всем магазинам. У нас в пятницу утром по школам начали бить. Вот школа около нашего дома сразу же. Долбят и долбят и долбят. Орудия были всевозможные. Трупы мирных жителей лежат, их никто уже не убирает. Мы, говорит, это обстрелы полнейшие. Говорит, у Джини, рынок уже горит. Домой вернулись, вещи забыли? Нет. Бомба упала между домами, в которых мы были. Ну, бомбардировки самые страшные были самолеты. Люди, у кого есть лопата. У меня муж пошел по воду с братом, его разорвало. Мне говорят, хоть прикопать его. Люди валялись просто. Куда прилетел самолет, у нас только ветровики его отрывало. Впереди машина сгорела, а сзади было попадание в движок, что машина осталась. Всем привет! Яркий представитель вынужденных переселенцев. Как зовут? Яркий. Оксана. Оксана из Мариуполя. Из Мариуполя. Интервью согласилась дать. Многим будет интересно, потому что вот человек, который именно там был, и который все это видел. Как это начиналось? Кстати, как для вас все это начиналось? Которое... вот сейчас 24 февраля? Да, да, да. Но дело в том, что у нас... То есть вечер, вечер все мирно, все тихо. Нет, у нас все 8 лет периодически было шумно. Вот иногда очень шумно, потому что мы живем на Левом берегу, и у нас, как бы, выйдешь на лоджию, балка, и там за балкой Широкино, которое вот периодически обстреливали в течение всех этих 8 лет. И у нас было то тише, то громче, но не по городу уже стреляли. Просто было видно звуки и видно шпалет этих там, я не знаю, из каких орудий это обстреливали. И вот у нас иногда летом, когда при открытых окнах мы спали, было громче. Я тогда мужа будила, говорю, ой, что-то громко там, может в коридор выйдем, вдруг сюда залетит. И то есть, ну, периодически звуки у нас были. Мы не жили в полной тишине. В нашу сторону тоже летело сюда? Да, я без понятия, ну, туда-сюда летало. В общем, что они там перестреливались, я как-то не вникала, просто что был шум. И вот мы встали 24-го, муж на работу встал 24-го, это же было рано утро, и сильно громко было. Я говорю, ничего себе, что-то, говорю, сегодня сильно громко просто. Мы же привыкли к этим звукам. То есть уже это оружие использовалось более мощно? Да, уже пошло, именно обстрел города пошел. Но мы же этого не знали, просто мы сделали вывод, что сильно громко, а это... Ну, муж у меня собрался и пошел на работу. Он ушел на работу, я туда-сюда. Тут сыну надо на работу идти к 8 утра. Начало 8-го, 7 утра. Он вышел и вернулся назад. Говорит, мам, война, нам позвонили, я только до остановки дошел, нам позвонили, война, оставаться всем дома. Я говорю, как война? И тут, ну, уже мы поняли, что уже очень громко, потому что начались уже дома вибрировать, и, ну, мы почувствовали, что лупят по городу, а не там вот, где тогда стреляли по Широкино или там. Муж пошел на работу, он у меня работал на Метинвест, это комбинат металлургический, группа Метинвест. Нет, он уже в последнее время работал на Ильича, который у нас, ну, он больше, чем Азовсталь, в два раза, но на Азовсталь у меня муж 20 лет отработал до этого, поэтому... Ну, их в обед отпустили, и что меня насторожило, когда муж пришел, говорит, комбинаты закрывают. Меня это насторожило в том плане, что когда была заваруха вот эта в Мариуполе в 2014 году, комбинаты не закрывали, мы работали, мы ходили на работу, а это меня очень насторожило, как закрывают, таки останавливают, ну, ставят на тихий ход. Махины, которые оставить нельзя практически. Да, 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 вот эти гиганты, и я говорю, это значит, что-то серьезное. До этого вы не понимали, что... Да, я не понимала, что так серьезно. Думали, может, обострение, но не думали, что полномасштабная война. А когда уже сказали, закроют комбинаты, меня это насторожило. Ну, муж говорит, да, их приостановят там на неделю, их же надолго и останавливать нельзя, потому что потом не запустишь. И поэтому, говорит, да, это может неделю пересидим, пока так острая фаза, и, говорит, дальше все будет нормально. Никто вообще в голову не укладывалось, что такое... В 21 веке вообще возможно... Ну, да, никто же не думал. Вообще. Но у нас сразу же по городу ударили по всем магазинам, по всем... Ну, то есть разгромили всю инфраструктуру. В первый же день? Нет, ну еще не сразу же, не в четверг. У нас в пятницу утром по школам начали бить. Вот школа около нашего дома, сразу же в нее было попадание, 48-я школа. И у нас в микрорайоне пропала вода, отопление, свет. То есть наш микрорайон вырубили сразу же. И мы, посидев трое суток, а город еще был там и свет, и вода. То есть обстреливали... Они же начали с восточного, восточный, вот левый наш. Вот это вот сюда прилетало. И мы вышли из дому зарядить телефоны к двоюродному брату. Мы взяли просто телефоны, зарядное устройство. Ну, конечно, документы мы носили с собой. Но мы вообще их, в принципе, носили с собой все 8 лет. Ну, нас так требовали. Мы везде ездили, у нас блокпостов же по Донбассу много же было. Поэтому документы были с собой. Уже привычка была. Да, привычка, мы их даже не выкладывали. И вот мы вышли зарядить телефоны. А потом, пока мы у брата заряжали, у брата дом под Азовсталью прямо. Азовстальская 21. Там такая свеча десятиэтажка была. Потому что мы видим, что ее уж уже нет. И мы там, на седьмом этаже. И тут у меня муж... А, пошли они с этим братом. Говорит, мы, может, где-то что-то раздобудем. Из питания. Потому что, ну, уже все разбомблено было. Это вот воскресенье было, понедельник. И они приходят и говорят, там вообще трупы уже... Там магазин Мариуполь большой у нас. Ну, в небольшой смысле, ну, просто... Ну, типа супермаркет. Да, такой это. И он приходит и говорит, там трупы мирных жителей лежат. Их никто уже не убирает. Мы, говорит, это... Обстрелы полнейшие. Говорит, утренний рынок уже горит. Мы, говорит, домой уже не вернемся. Там сильные бои уже были. И мы вот там сидели. Уже не было... Выключили сразу 1 марта и воду, и свет. Мы сидели, ждали эвакуации. Вот честно. Мы ждали, что дадут коридор. Потому что город был в блокаде. Мы знали, что выехать нельзя. Было очень страшно. Ну, мне, по крайней мере, было очень страшно. Мне хотелось выехать. Домой вернулись? Вещи забрали? Нет. Вот то, что с собой документы, телефоны, шнурки зарядные взяли и все. Да, 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 и все. Мы ничего не брали. Ну, мы же вышли и больше не вернулись домой. То есть, просто там уже район ваш был оккупирован? Не оккупированы. Бои были уже сильные. Что было опасно ехать, ну, опасность попасть под конкретный обстрел. Все осталось дома, все вещи, все что... Мы просто вышли из дома. Вот как просто на работу выходишь утром с сумочкой и все. И больше мы не вернулись. Там на седьмом этаже мы наблюдали, как горит наш... У нас здание Амстора было. Ну, там были... А там было сельпо. Вот оно горело у нас на глазах. Оно с седьмого этажа хорошо было видно. У нас там рядом... Ну, ты тоже с братом была... Господи, там Бавария называлась, это СТО. И там салон автомобилей было. Шкода, по-моему, еще какие-то... Ну, салон автомобилей, все это горело у нас на глазах. Его ничего не эвакуировали. Никто ничего не успел. Никто ничего не успел. Обстрелы мощнейшие. Не предупреждали людей, что будет это. Никто ничего не вывозил. Вот как мирная жизнь была. И на следующее утро, вот как в 4 утра. Да, и все оно... Я же говорю, горело у нас на глазах. Мы ждали-ждали этот коридор. А связи нет. Вот что еще очень... Информационный вакуум. Ты не понимаешь, что происходит. То ли город уже взяли, а ты сидишь в этой квартире и не понимаешь, что происходит. То ли вообще уже Украину, может, завоевали. Мы вообще ничего не знали, что происходит. И почему нас не спасают мирных жителей. Почему нас взяли кольцо и долбят, и долбят, и долбят. Орудия были всевозможные. Мы все услышали. Ну понятно, сталкивалось. Стягивалось 8 лет туда все же. И нас долбили, долбили, долбили. И тут вдруг у кого-то там радио было какое-то советское. Короткие волны вырубили, потому что у машинич можно было включить радио. Оно же не работало. А у кого-то были средние волны приемничек. И вот этот человек говорит, там что-то, говорит, какая-то информация прошла, что 5-го дают коридор 5-го марта. А вы в машине успели машину забрать? Мы же машиной поехали. А, машиной поехали. Если бы мы были без машины, эвакуации не было. Ну, автобусов не было. Всех, кто своими машинами только выезжали. То есть вы еще, получается, и попали в эту эвакуацию, что стояли там сколько? Ну, мы в 5-го бегом сели в машину и поехали. Мы проехали горящий амстор наш как раз пылал там. Все уже было. Мы, конечно, в шоке ехали. Мы же сидели в квартире. Там уже просто все эти провода троллейбусные валяются. Куча осколков. Вот эти вот попадания. Ну, то есть дорог нет. А у нас в Мариуполе очень хорошие дороги были. Это без преувеличения. У нас было все. Донбасс вылизывали и Кранаторск, дороги, шпарки, парки. Да, и наши же все эти парки. Все у нас было очень хорошо. Ну, вот мы проехали, подъехали, мы к дам театру. Там море машин было. Куда ни кинем взгляд, там все везде машины. Все хотят эвакуироваться. С детьми очень много. Все. Ну, вышел полицейский и сказал, коридор закрыли, возвращайтесь все по домам. Выезда не будет. Странно. Ну, типа, та сторона не дает коридора. Обстрелы сильные. Поэтому, да, разъезжайтесь по домам. Ну, мы развернулись, подъезжаем к пост мосту, который Казу Стали ведет. А там уже военные все перегородили. Говорят, там уже такой бой, мы вас туда не пускаем. Мы говорим, а что нам делать? Да, говорит, любой подвал, идите, живите. Все, вот это вот такой ответ был. Пятое марта, холодно. Мы потом вспомнили, что у нас еще есть родственник там на Кирово. И поехали к нему, которого мы не видели. Вот у него сына 23 года. Мы этого сына ни разу не видели. Ну, то есть, ну, родственник как бы так вот это. Ну, мы приехали, что говорим, здрасте, можно у вас хоть там где-то приютиться. Потому что, ну, то ли в подвале, то ли тут нам хоть тарелку и ложку дали. Мы-то ехали, ну, без ничего. И вот тут на Кирово мы до 16 марта, тоже на седьмом этаже, все эти обстрелы, все эти. Ну, бомбардировки самые страшные были с самолетом. Самолет прям летал и... Самолеты летали, как у себя дома. Нас это так возмущало. Мы говорили, ну, почему, почему эти самолеты летают? Они бомбили. Ну, я же говорю, мы уже привыкли. Две бомбы. И тогда, фух, нас не попали. Ждем следующего самолета. Поначалу мы выходили в коридор. В подвал мы ни разу не спускались, потому что у нас, мы знали эти случаи. И это, что заваливается все. И там просто братская могила. И мы решили, чем заживо погребенным быть, лучше же мгновенно погибнуть, чем там вот мучительно. Воды не было. Это было тоже очень страшно. У меня была паника, что мы умрем от жажды. Я говорю, это мучительная смерть, говорю. Поэтому выпал снег. Мы очень радовались, собирали этот снег. Потом водосточные трубы подставляли в ведра. Спустили всю воду мы из системы отопления. Ну, мы в смысле домом. В подвале люди набирали, мы использовали эту воду. Потому что идти под постоянными обстрелами, где-то полтора-два километра по воду, ну, муж у меня ходил, попал под меня. Чисто артиллерии, да, валили? Да, это было такое вот уже. Они уже были на левом берегу, вот где наш дом, в тот момент, когда мы жили на Кирове, левый уже был, ну, я не знаю, уже он был оккупирован. Поэтому, ну, как вот, поэтому, что они уже там близко, господи, стреляли уже из всех видов орудий. Помимо самолетов. Без разбору. Без разбору. Било все 24. Оно какой-то то бом-бом. Мы решили, это танк, наверное, где-то там. То это, в общем, это было просто ад. Ну, в буквальном смысле слова. 24 часа в сутки это стреляет. Потом 10 марта, когда пролетел самолет и бросил, ну, как раз вот бомба упала между домами, в котором мы были, ну, два дома там рядом стоят, вот между ними упала самолета бомба. У нас в этот момент в этой квартире вылетели все окна, все двери, во всем подъезде. Ну, то есть у всех людей все повылетало, оно вылетело внутрь. Двери открылись в другую сторону. Вот такая была волна. В другую сторону открылись двери, и соседний дом загорелся. И вот он горел четверо суток, девятиэтажка, четырехподъездная. Подъехали МЧСники, говорят, люди там есть. Ну, вроде люди вышли, потому что они в подвале сидели. Они говорят, ну, мы даже тушить не будем, во-первых, и нечем, и некогда. У нас там дом завалился, мы будем с завалов людей лучше доставать. А дом пусть горит. И мы вот это вот четверо суток наблюдали вот это вот горение этого девятиэтажки, четырехподъездной огромной. Ну, и еще следили, чтобы на наш дом не перекинулся огонь. Вот это вот. Как же вы ехали все-таки? Когда объявили коридору... Никто ничего не объявлял, коридора как такового не было. Обстрелы были постоянные. Над нами жили, ну, в смысле, над этим родственником семья, у них двое маленьких деток, первоклашек. И вот прошел просто слух, связи ж никакой нет, мы в полном вакууме, мы вообще ничего не знаем, ничего. И прошел слух 15 марта, что якобы можно какими-то путями выехать. И этот мужчина говорит, я поеду. Все готовили на костре. Кстати, вот у нас на костре готовили, слава богу, ну, не прилетело. А вот в соседние дома прилетало, люди гибли. При готовке на костре... Ну, что они просто погибли, да, все это. Но у нас дело в том, что мы готовили на костре, это вот я свидетель, я как раз вышла, я туда редко выходила, потому что постоянно над тобой что-то летает. Мне было страшно. И мне муж говорит, иди в подъезд. Я вот тут там под козырек подъезда хотя бы, чтобы на голову ничего не упало. И подходит женщина с соседнего подъезда, говорит, люди, у кого есть лопата. У меня муж пошел по воду с братом, его разорвало, мне, говорит, хоть прикопать его. Потому что это реально... Люди валялись просто, вот. Ну, это тоже было реально, никто их не собирал, кто... Ну, если жена прикопала мужа, ну, и слава богу, и то. Ну, да, там же и показывали фото могилы. Во дворах, во дворах было очень много могил. И как же выехали, вот интересно. Ну, вот я же говорю, они поехали, рискнули. Потому что у нас же еще кругом провокация, вас расстреляют, ну, тоже такая информация, как бы... Ну, это среди людей было, я не знаю, откуда они брали. А ну что же, одна баба, можно сказать, или кто... И тот уехал и не вернулся. Ну, в смысле, он поехал на Бердянск. Сказали, выехать можно только на Бердянск. И они не вернулись, и я говорю, я уже тут находиться не могу, мужу говорю, давай будем ехать. И у нас четыре машины из дома собралось. Хорошо, что осталась машина целая, потому что когда прилетел самолет, у нас только ветровики поотрывало. А, ну, впереди машина сгорела, а сзади было попадание в движок, что машина стала, ну, непригодна к использованию. А наша, слава богу, вот как-то бог уберег ее. И мы сели в машину, а тут проезжала как раз военная машина. И военные остановились, и мы спрашиваем, как можно выехать, потому что везде же бои. По городу уже просто 16 марта, там уже по городу были бои. Он сказал, по каким улицам ехать. Говорит, вот там езжать, и там не езжать, и там заминировано ли это. Ну, то есть рассказал нам путь, как выехать к порту, и через порт уже выезжать из города. И мы таким образом поехали. Как раз мы ехали около драмтеатра 16 марта, когда в него вот этот драмтеатр попала бомба. Он как раз горел. Огромная бомба. Да, 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 авиабомба. Он как раз горел. Вот мы горящий драмтеатр как раз объезжали, там такое круговое движение. И выехали мы, ну, буквально за городом Мангуш, там уже стояли русские войска. Ну, там буквально вот мы за город только выехали. И все, и мы ехали до Запорожья, там 300 километров от Мариуполя. Мы ехали полтора суток, потому что тщательные проверки. Мы-то как, метр едешь, 20 часа стоишь, опять тронулись, колонна была огромная. Назад, вперед посмотреть, огромная, потому что, во-первых, голод, во-вторых, нет воды. Кстати, в сторону России выезжали, знала ты таких людей, которые собирались в сторону России выезжать? В нашей колонне все ехали на Запорожье. Не, ну вот в городе с кем общалась, вот именно вот это время. В городе, у нас левый в это время, во-первых, а как мы общались? У нас же связи не было. Мы общались только кто. Соседей нет, все ехали на Запорожье, да. А левый берег отрезанный, ну, я знаю многих людей, они их там отрезали, и только выезд был в ту сторону. А не только туда, сюда не было, да. Я говорю, наше счастье, что мы прошли этот пост-мост, переехали тогда 5 марта, и нас не пустили назад. Если бы нас пустили назад, во-первых, левый берег высоко находится. Вот Кирово-Внизине, тут хоть какая-то вода была. Там левый берег, мы вообще не представляем, где люди там брали воду. Там у нас вообще, я не знаю, как они там бедные выжили, и там выезд был только в ту сторону. Только вот туда, Седово, Новоазовск, вот это же сразу же там за Восточным, дорога на Новоазовск. Это же уже ДНР было еще с 14-го года. И то есть тех всех только туда, их сюда не пускали. Нет, там несколько человек, я знаю их, которые шли по морю двое-трое суток, чтобы выйти не в ту сторону. Лодками? Пешком по морю. А, по берегу, я понял. Пешком двое суток, вот некоторые четверо суток шли. Но, кстати, вот я жарю, что благодаря машине мы выехали, а вообще автобусов не было. Я не знаю, может уже этот автобусный парк разбомбили или там... Ну, конечно. Люди шли пешком. Даже вот с маленькими детьми, у нас машина была полная людей, у нас просто даже, ну, просто некуда было посадить, потому что идут вот с грудниками, люди идут, вот поток людей, машины движутся, и люди идут цепочкой, выходят из города, покидают город. Это было так... Кропивницкие как-то по информации ехали, целенаправленно или... Просто мы... Просто ехали куда-нибудь. Просто муж... Мы карту открыли, говорим, куда будем ехать, когда доехали уже до Запорожья, слава богу, добрались. А муж говорит, поехали в Кропивницкий. Я говорю, это что такое, это где? Он говорит, это центр Украины. Это центр Украины, давай поедем туда. Потому что, ну, сначала была мысль в Днепр, а потом выяснилось, что в Днепре там и жилье очень тяжело снять, и уже очень много было людей. Как бы и Днепр тоже не столь безопасен, потому что, ну, у меня была поначалу, ну, такие вот истерики прямо вот я от этих звуков. У меня просто... Я говорю, у меня даже, когда мы там находились, у меня один день, я просто даже от той баланды отказалась. Я говорю, я не хочу уже ни есть, ни пить, вообще ничего. Я говорю, вот я просто целый день пролежала на диване, муж, конечно, вот это, когда только возможность появилась, он говорит, благодаря тебе, мы, говорит, выехали. Потому что, если бы ты так не воспринимала, если бы я была пободрее, может быть бы и не рискнули выезжать. А так вот мы все-таки, слава богу, мы выбрались из этого ада. Это просто было... Кошмар. Это был кошмар. Ну, мы проехали, уже Мариуполь был в кольце, мы проехали все эти блокпосты, кучу блокпостов, но россияне не препятствовали. Мы едем, мы едем, они, правда, машины проверяли, мужчин до пояса раздевали, но препятствовать, ну, правда, они заставили тонировку с машиной ободрать. Потому что, говорят, если тонированная машина, стреляют на поражение, мы быстренько ободрали, ради бога, ну, нас лишь бы пропустили, лишь бы это. Они такой вот, чтобы сильной агрессии мы не видели с их стороны, они знали, что мы едем на Украину, ну, куда едете, в Запорожье. Они пропускали, но блокпостов море было, море этих блокпостов, все проверяют, каждый там, а там что, а там что у вас, колюще-режуще, все. Ну, даже элементарный нож выбрасывать нужно было, ну, заставили, заставили, мы выбросили. Отношения людей, ну, вот, те регионы, восточные, Донбасс, они же всегда были, считали Россию братской страной, правильно? Всегда, я считала Россию братской страной. То есть, что-то изменилось, или это мне тут так кажется? Люди вообще поменяли свое мнение? Мне кажется, да, потому что до этого, ну, я абсолютно, у меня родственников России, у меня папа из России, я сама родилась в России. Поэтому у нас абсолютно все нормально было, ну, как, мы к России абсолютно не чувствовали никакой ненависти, никакой агрессии. А потом, когда вот это случилось, мне вообще непонятно, как так можно, это, ну, тот же самолет, ты летишь, ты пилот, это же не Путин там летал сам, лично. Ты летишь, ты видишь жилые дома, ты видишь драмтеатр, и ты кидаешь бомбу, ну, это как? Ты понимаешь, что там мирные жители. Я хочу сказать, что у нас в доме, под домом, нет, нациков не видела, и никаких военных в доме у нас не было вообще, все мирные жители были. Фашистов не было в Мариуполе, что его так разготили? Вот я же говорю, не знаю, где они там этих фашистов нашли, где они нашли. Мариуполь русскоязычный. Русскоязычный, в Мариуполь, да, у нас на украинском мове и не почуешь. Села, может, да? Да, села, суржик, и то суржик, нечистый украинский. Все разготили русскоязычное население, спасли русских. Да, да, и дело в том, что Мариуполь был как бы дружественно настроен к России. Так не только Мариуполь. Не то, что... Вся та сторона, я же говорю. Ну да, у нас не было никакой ненависти. По поводу вот этой методички, 8 лет дамбили бомбас. Вы знали, что Донецк бомбят? 8 лет дамбили Донецк, что ли, или что? Не знаю я этого. Потому что, я же говорю, у нас вот что мы наблюдали... Люди оттуда приезжали, ну, пожрать, купить, как обычно. Что они, вы общались с этими людьми? Общались мы с этими людьми. Нормально они там жили. Угнетали их. Никто их там не угнетал. То есть, они приезжали сюда, скупиться, пожрать. Скуплялись, да. У нас даже специальные автобусы. Не мучили фашисты. Приедешь в Сильпо, если этот автобус приехал, там в Сильпо не достоишься. Потому что они скупали все. Потому что у нас были приемлемые цены. У нас был ассортимент. А у них там, якобы, было плохо с питанием. Мы на ту сторону с 2014 года ни разу не выезжали. У нас и пропуска не было. Ну, то есть, нам не было необходимости, ну, в тот же Донецк, допустим, ехать. Поэтому мы туда не ездили. Я не знаю, своими глазами не видела, как там. Чисто, которые люди, вот, приезжали за покупками. И, что тут скрывают, люди приезжали, пенсии же получали. То есть, не боялись ехать на украинскую сторону. Они пенсии приезжали, получают регулярно, да. Потому что они получали там какие-то свои пособия, как они рассказывали. Пожрать, покупали, затаривались. И тут приезжали в банкоматы, снимали украинскую пенсию. Это было все 8 лет. Никто их не уничтожал 8 лет. Автобус специальный, подвез их под Сильпо. Они скупились, вышли в автобус, сели, поехали к себе там, куда там, Новоазовск или откуда они там приехали. Потому что вот эта методичка российских зомбоящиков, что 8 лет, 8 лет... Какие-то шумы были, я же говорю, но не города, линия разграничения. У меня родители с линией разграничения, с Попасной. Попасная, вот, линия разграничения, как раз Первомайская, это уже ЛНР была. Попасная, это же Украина была. Это серая зона, самая серая уже там, серей, наверное, некуда. И у них было тоже, я же говорю, то погромче, но город не уничтожали, мирных людей не уничтожали. Они там между собой, тут военные стояли, там, видать же, тоже военные. Между собой какие-то, ну, как у нас прикалывались, говорит, наверное, перед ротацией надо, может, им эти выпулять. Или что, чего оно происходило. Факт, факт уничтожения, как они говорят, геноцида, геноцида народа Донбасса. Как они говорят, они уже сделали народ Донбасса. Что же это за геноцид, когда люди приезжают в пенсии и получают? Пенсию все приезжали, да. Обновичивают их в банкомате, закупаются, затаривают багажники продуктов и едут к себе в Донецк, это геноцид получается. Ну, получается, да, в их понимании так. Ну, вот такая история, тот живого свидетеля. За 8 лет, чтобы, какие-то же, врю, движения там происходили, но уничтожать города, как это сейчас происходит, столько мирного населения погубить. Простите, за 8 лет сколько мирного населения в том же Донецке погибло? А в Мариуполе официально 30 тысяч, а не официально 100 тысяч. За каких-то вот два месяца. Это ж вообще детей сколько. У нас, кстати, много погибших знакомых. Это даже, а ну, когда цифру слышишь, еще не так больно. А когда тебе скажут, там, тот-то погиб, ну, фамилию, имя, кого ты хорошо знал, говорю, вот у меня одноклассница дочери погибла. Для меня это вообще тоже такой шок был. Просто вот, ну, за что? Просто. За то, что кто-то в телевизоре рассказал какую-то хрень. Вот и все. Ну, жюри, а как регулярно приезжали, получали пенсию? Их бы там уже на блокпост, наверное, расстреливали, если это они так говорят. А они регулярно там раз-два-три месяца, украинская, это же стабильно. Раз-два-три месяца приезжали. Некоторые семьи и жили за счет этих бабушек, да? Да, да, да. Можно было без работы, он за две пенсии на курево хватает, на водочку, на пивко хватает, да и все, и на жратву хватает. И вот у них... То есть вот такой геноцид был народа, народа Донбасса. На сегодня все. Всем удачи, до следующих видео. Подписывайтесь. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok